10 апреля Надежда и Михаил получили долгожданные ключи. К ремонту приступили незамедлительно. Ждали этого события 5,5 лет. За это время в семье родился второй ребенок – сын Максим. Сейчас он помогает родителям на стройплощадке. В конце февраля 2019 года Надежда и Ольга обратились к депутату Госдумы с просьбой о помощи. Обманутые дольщики уже почти потеряли веру в то, что смогут получить свою квартиру, за которую все эти годы исправно платили ипотечный кредит. Мы абсолютно педантично каждый день друг друга контролировали, контролировали весь процесс. И постепенно здесь все очень в системности. Успех этой работы в системности. Надежда с Михаилом уже приступили к ремонту. А вот Ольга пока занимается проектом. Их семья уже много лет живет в стесненных условиях. В новой квартире у каждого будет своя комната. Нам когда-то сказали, что если Оксана берется за дело, то она всегда доводит его до конца. Это правда. Это действительно правда. Я могу это подтвердить. И вот рассказываю, мурашки бегут по телу. Она действительно очень душевный человек, очень отозвалась на нашу вообще историю сложную. Мы настолько счастливы, вы даже себе не представляете. Мы просто ждем, когда уже закончится карантин, чтобы начать делать ремонт, чтобы начать уже планировать. Мы не могли достучаться ни до какого органа вообще. То есть наши письма не читались, они откладывались в долгий ящик. Но Оксана Викторовна, наверное, своими запросами, она просто отправила те нужные бумаги в то нужное место. Понимаете? И у нас все получилось. Когда девчонки написали, что вот они получили ключи, знаете, ну вот какая-то такая, такая истома. Вот, наконец, вот еще одни. Вот мы все-таки сделали это. Мы можем. И мы большие молодцы. Мы, я говорю, огромное спасибо команде нашей, команде Одинцовского городского округа. Всем специалистам, кто принимал в этом участие. И, конечно, моему коллеге Андрею Робертовичу Иванову огромное спасибо. Таких историй немало. Как с Аней Пушкиной на прием часто приходят обманутые дольщики. И каждого она старается поддержать. У меня очень такая проблемная территория. Это как раз Звенигород. И из Венигорода обманутые дольщики. Поэтому работа не прекращается. Но то, что мы увидели, когда ездили с Андреем Ивановым, главой Одинцовского городского округа в Звенигород и осматривали эти дома, это, конечно, люди, которые допустили вот такие вещи. Дома уже рушатся. Они должны наказаны быть со всей строгостью закона. Надежда планирует в скором времени завершить ремонт в своей квартире и устроить новоселье, как только будут сняты все карантинные меры. Я надеюсь, что в скором будущем с этим карантином все дела завершатся. И мы как раз с этого времени подготовим и закончим ремонт. И все дружненько здесь устроим банкет. Теперь этим семьям не нужно думать о своем досуге в самоизоляции. Ремонт квартиры целиком занимает их время. Но это приятные хлопоты.